саламу алейкум здравствуйте еще раз дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по арабскому языку по учебнику мабда у лакира и сегодня мы с вами иншалла пройдем 24 урок второй части этого учебника вот здесь написано аддар сурраби у валь аишруна то есть 24 урок тема или название нашего урока манна волэм айроху зулима то есть тот кто притесняет другого сам будет притесняем или кто будет притеснять другого его самого когда-то другой притеснит как всегда к этому уроку есть подготовительные слова я их в ордовском документе приготовил чуть позже покажу пока прочитаю слова переведу а потом прочитаю текст и иншалла также его переведу итак первое у нас слово армалетон армалетон это вдова вдова джубном джубном сыр таназу он таназу он таназу он это спор кисматон кисматон диле не и ручхан 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 он перевешивание кодмун кодмун откусывание роддум роддум возвращение кифа тун кифа тун это чаша весов таляшин таляшин гибель или заканчивание тоже можно сказать им сакун им сакун прекращение аджелатун аджелатун тарапливость ильти коммун ильти коммун праглاطивание хакамун хакамун судья инсырафун инсырафун уход то есть не уходить а уход и иннаху так как или так как он теперь эти же слова вот в ордовском документе армалатун вдова джубном сыр таназу он спор кисматон деление ручхан он перевешивание обман откусывание роддум возвращение кифа тун чаша весов таляшин гибель им сакун прекращение аджелатун тарапливость ильти коммун проглатывание хакамун судья инсырафун уход иннаху так как теперь что касается текста ищтарот армалатун мискинатун китата джубнин литата аща биха хия ва ауладу халлиятама однажды ну здесь слова нет однажды но мы так будем переводить однажды бедная вдова купила кусок сыра чтобы обедать им то есть этим куском сыра чтобы обедать им самой и ее детям сиротам или же однажды бедная вдова купила кусок сыра чтобы она чтобы она сама и ее дети сироты пообедали им то есть этим куском сыра фасаракаха хиррони ватаназаа фи кисматиха однако этот кусок сыра сарака украли вот это ха то есть куска сыра однако этот кусок сыра украли украли два кота или две кошки но они поспорили между собой у них возник спор относительно деления этого кусок сыра 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 сыр 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 вот это уходить приносить что-то и они принесли этот кусок сыра к обезьяне чтобы она то есть обезьяна рассудила между ними то есть чтобы она выступила судьей между ними фафари халкир дуби далика вастахдара фил хали мизанан обезьяна этому обрадовалась если по порядку перевести обрадовалась обезьяна этому то есть обезьяна этому обрадовалась тому что они обратились к ней и она принесла тут же весы обезьяна этому обрадовалась и тут же принесла весы и обезьяна поделила сыр или кусок сыра на два куска обезьяна поделила этот сыр на два куска На большой кусок и на маленький кусок, то есть сознательно. И положила или клала каждый из этих кусков сыра на чашу весов. И обезьяна поделила сыр на два куска, на большой кусок и на маленький кусок, и положила каждый кусок сыра на чашу весов. Естественно, большой кусок перевесил маленький кусок. Большой кусок перевесил маленький кусок. Тогда что сделала обезьяна? Обезьяна взяла большой кусок сыра и откусила от него большой кусок. То есть взяла вот этот большой кусок и откусила от него большую часть. Большую часть. Намериваясь этим, чтобы этот кусок сравнялся с маленьким куском. Тогда она взяла большой кусок сыра и откусила от него большой кусок, намериваясь этим, чтобы этот кусок сравнялся с маленьким куском. И когда она, обезьяна, вернула этот кусок, то есть обратно положила, мы переведем. И когда обезьяна обратно положила этот кусок на чашу весов, тогда уже второй кусок перевесил этот кусок. То есть второй кусок, имеется в виду маленький кусок, который был до этого маленьким. Он уже перевесил этот кусок, который был большой. И тогда обезьяна взяла уже второй кусок, то есть бывший маленький, так сказать, и сделала с ним то, что сделала с первым куском. То есть опять оттуда откусила часть, чтобы сравнять, так сказать, с другим куском. И тогда сказали ей, обезьяне, две кошки, Мы согласны на такое деление. То есть мы согласны на то, что осталось. И тогда сказали ей, обезьяне, две кошки, Дай нам то, что осталось, мы довольны делением. То есть справедливость еще не восторжествовала. Затем она, то есть обезьяна, каждый раз, когда перевешивал один кусок, другой кусок, она откусывала из этого куска. И две кошки сказали ей обезьяне, Обезьяне, когда увидели, что оба куска, слово кильта переводится оба, что оба куска чуть или почти закончились. Две кошки, когда увидели, что оба куска почти закончились, сказали обезьяне, Нарджуминка, мы просим тебя антумсика анилвазни, то есть больше не взвешивать. Дословный перевод, просим тебя останавливаться от взвешивания, или воздерживаться от взвешивания. То есть просим тебя больше не взвешивать. Ватарудда и вернуть нам то, что осталось. И когда две кошки увидели, что оба куска почти закончились, сказали обезьяне, Просим тебя воздержаться от взвешивания и вернуть нам то, что осталось. То есть двум кошкам. Мне следует рассудить и в пользу себя. Поэтому то, что осталось, это и есть цена моего труда. То есть то, что осталось, это принадлежит мне за то, что я потрудилась. И тогда обезьяна сказала им, двум котам или двум кошкам, Друзья мои, не торопитесь. Так как я рассудила между вами, мне необходимо что-то оставить и для себя. Поэтому то, что осталось, это цена моего труда. Затем обезьяна проглотила оставшийся кусок сыра и указала им указанием справедливого судьи, чтобы они ушли. То есть сделала такое, жестом показала уходить. Затем она проглотила оставшийся кусок сыра и указала им указанием или жестом справедливого судьи, чтобы они ушли. Здесь такой стих. Этот стих дословно, если перевести, звучит таким образом. Нет руки, над которой не было бы руки Аллаха. И нет ни одного несправедливого или притеснителя, который не встретился бы с тем, кто более несправедлив или более притеснитель. Имеется в виду, что никто не сможет преодолеть Аллаха Субхану Хуата'аля. И если кто-нибудь будет несправедлив по отношению к другому, Аллах сделает так, что он встретится с тем, кто будет более несправедлив по отношению к этому несправедливому. Это таков закон жизни. Поэтому давайте быть добрыми и честными и справедливыми. Надеюсь, что здесь все было понятно. Если что-то было непонятно или какие-то вопросы у вас есть, спрашивайте в комментариях, с удовольствием вам отвечу. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Ставьте лайки. Всем до новых встреч. Всем доброго здоровья. Еще раз. Ас-саляму алейкум.